давай познакомимся представьтесь пожалуйста меня зовут руслан мы занимаемся укреплением грунтов руслан скажи пожалуйста сколько лет вообще этим занимаешься насколько это новая технология во всяком случае для нашего дома и как часто она применяется а потом дальше расскажем для чего ну так для с общих вопросов начнем этой работой я занимаюсь порядка 12 лет работа в Рязани не новая мы занимаемся работой на Михайловском шоссе на затилной на других еще объектах но нашим зрителям название улиц мало кому что говорят да расскажи в чем суть вообще этой технологии я перед этим зачитал для себя понял что есть как минимум три технологии вернее три способа укрепления грунта да это полимеризация там по моему осмолизация силикатизация и цементация вот на данном в чем между ними разница как выбирается какой тип и для чего это делается давайте я заострю внимание именно на укрепление грунтов методом струнной цементации это мое и другие методы я не буду упоминать потому что они для Рязани не актуальны почему объясню но они может быть для Рязани но они могут быть актуальны для других решений ну давай поговорим сейчас о том что вы делаете непосредственно задача своего метода отжать воду из самой площади дома то есть мы будем скважины на определенную глубину по проекту которая задается организации потом заливается плита строится при груз три этажа дома почему просто изначе закачка дома с одного-двух этажей дом будет подниматься я просто хотел бы немножко для себя понять все-таки это технологии у нас изначально для чего то мы перескакиваем сразу же это с полгой у нас изначально для укрепления грунта так прямое назначение укрепить грунты чтобы в дальнейшем когда дом получит полный пригруз строится в полном объеме все понятно у нас не просел я просто задаю эти вопросы для тех людей которые вообще ничего не понимают поэтому некоторые вещи нужно подробнее рассказывать и акцентировать на них внимательно итак если я правильно понимаю сразу грунту крепить невозможно соответственно нужно сформировать контур и пригрузка в данном случае заливается плита дальше что у нас топор с тобой происходит в дальнейшем мы смотрим по проекту какие у нас объемы цемента непосредственно на этом доме у нас 800 тонн по проекту мы должны начали закачать за контурные скважины почему потому что да они делают защитный экран так потом мы приходим здание вовнутрь и работаем вначале кресты так называемые мы прокачиваем в начале центр через одну скважину потом назад сгущаем это все дело потом делаем кресты поперек раз потом на лестничные марши заходим и с другой стороны когда мы сделали кресты это основание на чем будет стоять дом мы начинаем сгущать все скважины то есть мы начинаем прокачивать грунт и от центра краю дома тем самым мы укрепляем выгоняя воду из-под здания да и создаем эффект как бы у нас сами трубки внизу с дырками с каждой дырки у нас выходит цемент и происходит как бы зацепление слушаю только монолит я понял такой вот вопрос у вас же есть наверняка какое-то расчетное количество раствора на одну скважину что происходит если вдруг оказывается что туда уходит гораздо больше раствора что говорит о том что там что-то какая-то да у нас есть и по проекту и из моего опыта то есть мы должны достичь образно 5 атмосферы скважины или 7 или 10 не суть если мы не достигаем вот этого объема мы должны закачать двойную тройную норму цемента в скважину и если у нас такая скважина не 1 2 3 5 10 мы должны сообщить проектную организацию о том что проект надо доработать скорее всего человек с проектной организации и вносит изменения в проект что надо объем цемента увеличена или объем цемента или скорее всего еще дополнительные скважины могут появиться да как-то это потом новым потом не дай бог понятно здесь вот мы видим торчат трубки их торчат по 2 я знаю что бывает торчат по одной почему здесь в данном случае 2 и если кто не понял то есть сначала была плита потом ребята алмазным бурением прошли эту плиту да или как это вообще объясняю это бурение производится либо на этапе бен подготовки то есть изначально заливается бен подготовка бурится наши скважины потом ребята завязываю плиту а то есть это заказали лаблица в закладные как тут вот мы видим стоит закладная труба вот она пластмасса вот пластмасса то есть они отбурили поставили плиту закладную да 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 вот и потом заливают бетон и после этого только будет уже скважины плиты в подвале все почему их здесь две Объясняю, почему две, потому что проектная организация сделала геологию грунтов и увидела, что у нас вода и грунты слабы на 10,5 метрах и на 5,5 метрах. Пару горизонтов. Да, для этого мы разделяем два горизонта. То есть у нас один горизонт идет 10,5 метров, второй 5,5 метров. Вначале обсаживается скважина, которая идет у нас глубина 10,5 метров. Потом ставится специально пакер. Для чего? Потому что когда ты будешь качать цемент, чтобы пакер, ну это такое, пакля, есть она разная. Пакля, это сама называется, как резинку можно ставить, она обжимает трубу, чтобы цемент вверх не задавил. Все, я понял. Все, мы разделили два горизонта, то есть мы откачали один горизонт, потом качаем верхний горизонт. Два горизонта сразу качать нельзя. Вот так вообще, конечно, я в голове представляю, как это все происходит. То есть расширяется, укрепляется грунт. Понятно. А у нас вообще вот этот процесс получается, то есть земля смешивается с цементом, молочком, совсем такая как бы силикотизация, укрепление грунта полностью появляется. По сути, это еще одна плита под плитой. Только высота этой плиты гораздо больше, не 80 сантиметров, а 10 метров, либо 15 метров, как будет закладываться проектная организация глубиной. И в чем, я считаю, преимущество этого метода, объясню. Если мы забиваем сваи, так, я понимаю, если свая забилась, нарастилась монолитно, ну, как положено, дальше, все хорошо. Но если свая у нас 10 метров, и она забивается с трех ударов, ее дальше не наращивают, и поставили дом, и дом начинает крениться, это беда. Приходится потом ровнять. И ровнять дом со сваями намного тяжелее, чем без свая. А вот этот метод... Хочу тебя перебить. Вот ты говоришь ровнять. То есть этим способом не только укрепляется грунт, но и можно поднять уровень еще. Именно в моей практике есть опыт. Я выравнивал дома. Крен 18 сантиметров, 25 сантиметров. Как бы все это делается не очень быстро, и пусть наши строители, директора не жалеют на укрепление грунтов денег. Почему? Потому что был один дом с креном 25 сантиметров, мы туда закачали 5,5 тысяч тонн цемента. Я думаю, как бы скупой платят дважды. Мама дорогая, то есть это получается, если я правильно тебя понял, это технология альтернативна сваям, да или нет? Да, да, да. Это как бы много споров. Сваи, ну кто делает сваи, занимаются ими, они говорят, что лучше сваи. Я занимаюсь укреплением грунтов, я не говорю, что лучше, я говорю, хорошо и то, и то. Ну, понятно. Вот мы видим, что в этой организации сделали один дом на сваях, а второй дом они сделали на укрепление грунтов. У нас канал больше о малоэтажном строительстве. Скажи, есть ли в твоей практике спасение малоэтажных домов частных застройщиков? Да, у нас был случай, человек купил дом двухэтажный, он стоял на ФБС, я думаю, все понимают, что это такое. Залил на нем монолитный пояс для того, чтобы построить третий этаж. Дом у него начал расходиться, появлялись щели, сантиметр, два, три в разных местах по-разному. То есть началась просадка грунта. Он позвонил ясно в нашу организацию, мы приехали, сделали геологию грунтов. Почему она делается? Мы должны понимать, какой грунт у него под ФБС. Мы должны знать, на какую глубину надо производить бурение. Все, мы делаем геологию, производим бурение грунтов, ясно, они скважины идут именно для ФБС под уклоном. Почему? Чтобы мы укрепли именно ФБС. И мы подняли ему дом, выровняли все. Я почему, давай прогуляемся, посмотрим. Я почему еще задаю эти вопросы, потому что мне, конечно, важно, чтобы и наши строители крупных посмотрели, но и люди, у которых вдруг случилась какая-то беда. То есть просел фундамент, наклонился, стал разрушаться дом, чтобы мы поняли, что с помощью этой технологии можно спасти и небольшие дома, и не только небольшие. Можно маленькие дома качать. Как я сказал ранее, мы качаем и многоэтажные дома, и промздания, и жилые дома малоэтажности, то есть коттеджи, одноэтажные дома. Понятно, что в малоэтажных домах большого объема не качают. Работают чуть-чуть по-другому. Скажи, а вот я так понимаю, вы вообще специалист не только по инъекционному укреплению грунтов, но и вообще, вот если у человека, допустим, поступает вода в подвал, это же очень часто решение, вернее, частая проблема, особенно между ФБСками, поступление грунтовой воды или из-за неправильно сделанной отмостки в подвал. Насколько я знаю, в вашем опыте вообще есть инъекции через подвальные стены наружу без разбора отмостки. Вот расскажи, пожалуйста, о такой технологии, потому что я думаю, что многие ломают голову, как же быть. И, наверное, многие, опять же, идут на радикальные способы, это разбор отмостки, откопка, гидроизоляция новая. Скажи, допустим, вот о той технологии и способах, которые вы применяли. Да, в таких методах ставятся пакеры небольшие, то есть забуриваются из перфоратора дырки, ставятся пакеры. Изнутри дома наружу, правильно? Конечно, да. Ставятся пакеры. Также берем шланги небольшие, естественно, установку поменьше, и качаем цемент туда. Либо цемент, либо другие какие составы, какие уже нам... А отмостку из-за этого не выдавливает? Или это настолько жидкая такая смесь, которая просто делает оболочку наружную вокруг дома? Да, отмостку ничего не выдавливает, там нет такого давления для того, чтобы ее выдавить. То есть мы отсекаем просто все грунтовые воды, делаем дополнительную гидроизоляцию, можно сказать так. То есть проблем с этим никаких. Хочется, чтобы этот выпуск у нас был максимально насыщенной информацией, и люди, которые посмотрят, понимали, что если с фундаментом, с малоэтажным и с многоэтажным домом произошло что-то не то, то есть способы без кардинального вмешательства уже в благоустройство. Там могут у кого-то уже павлины ходить, а тут тебе отмостку разбирай и гидроизоляцию делай. Да, давайте подытожим, как бы, и для многоэтажного строительства, если у вас дом построен и происходит крем дома, то есть дом наклоняется, не надо это утаивать. Мы всегда сможем помочь, как бы, да, это будет непросто, но это решается. Скажи, для малоэтажного домостроения, если я правильно понимаю, вот здесь вот вопрос очень важный с гарантией на работу. И вообще с проектным решением. Если здесь в многоэтажных домах работают целые проектные институты, такие решения наверняка стоят недешево, да, то есть проекты. Как быть в малоэтажниках? То есть какие малоэтажниках, на что можно рассчитывать, на какие гарантии, нужно ли делать проект, потому что, ну, наверняка это непросто. Или здесь все-таки нужно доверять опыту строителей и гарантии. Ну, я вам скажу, как делали мы. У нас, как бы, сидел свой проектировщик и есть проектировщик. То есть если дом в очень аварийном состоянии, бывают они разные, естественно, мы не сможем дать вам гарантию. То есть мы вам восстановим ваш крен дома, мы вам выровняем дом, но гарантию на аварийный дом мы давать не будем. Почему? Потому что эти работы именно гарантийные будут стоить больших денег. Это может стоить дороже, чем сабдок. Конечно. Знаешь, мне здесь напоминает немножко, как наш врач, да, скорая помощь, едет на вызов, помогли, не помогли, но приехали, да, все равно. Нет, ну, понимаешь, есть случаи, когда дают гарантию, есть случаи, когда не дают гарантию. Ну, давать гарантию, надо сделать правильно. Да, мы делаем правильно, но если мы будем давать гарантию, нам придется делать дороже своей работы намного. Почему? Потому что я должен понимать, я получу максимальное количество денег и за эти деньги я смогу обслужить свое гарантийное здание. А если у меня человек позвонит, он попросит сделать ему коттедж и сделать мне, пожалуйста, бесплатно, понятно, мы сделаем хорошо, но без гарантий. По бесплатному мы не говорим. Слушай, я понимаю, конечно, что очень сложно, наверное, сейчас сориентировать по стоимости работы, потому что каждый случай индивидуальный. Ну, давай хотя бы на примере того случая, который у тебя был, когда вот в ФБС-ке расходились и человек нагрузил, сколько такая работа может стоить там, допустим, и если ты помнишь размер дома, и какие виды работы конкретно делались. Ну, давайте я объясню. Размер дома был, наверное, 10 на 15, дом маленький был на самом деле. Какие виды работы? Мы производили алмазное бурение как с улицы, так и изнутри здания через стяжку проходили дом. После этого происходит бурение скважин. Бурение скважин покеровывается так же, чтобы оно не выдало цемент из-под наших полов или на улице из грунта. Ну, а потом заводится, конечно, оборудование и производится нагнетание цементом в растворе. И все это стоит затрат, но в среднем такой проект ему обходится 800-700 тысяч. 800-700 тысяч. Ну, по сути, стоимость еще одного фундамента такого. Ну, я думаю, если дом построен за 10-12 миллионов и с ним произошла беда, то, понятное дело, для многих, многим могут уже и крест поставить. И 600-700 тысяч, нет, можно найти, не смертельно. Огонь, ребята, здорово, что мы все с цифрами знаем. Блядь, я уже не могу вырваться. Пойдем посмотрим, как нагнетается это все дело. Происходит как раз накачка, да? Да, как раз на данном этапе мы производим нагнетание раствора. Слушай, а вот вопрос. А как вы проверяете то, что нужно давление? У вас манометр стоит? И какая технология проверки, то, что все прям как надо? Я объясню. Изначально мы производим укрепление грунта, вы все видите. У нас там есть узел на улице, на узле стоит манометр. И человек, который стоит на улице, он говорит, ребят, то есть давление такое-такое. То есть мы понимаем, работаем согласно проекту. И если мы проект не достигаем, мы качаем двойной и более там свыше проекта. После этого всего, когда мы все сделаем, закачаем, ты говоришь, как это проверяется. Есть по проекту зондировочная скважина. Я просто, извиняюсь, перебиваю, я просто знаю, что, допустим, в свайном строительстве, там один удар молота, по-моему, просадка 2 мм должна быть, да? Вот там так проверка делается, а здесь? Объясняю. Когда мы заканчиваем полностью нагнетание нашего раствора, есть специальные зондировочные скважины. То есть они не мной придуманы, а я проектировщик. Приезжает сюда специальный человечек обученный, берет достает свое оборудование, и в эти скважины мы разбурим на сантиметров 10-15, которые у нас там в земле они будут. И он давит специальную штамму. И она фиксирует, насколько прокачаны грунты, хорошо или плохо. Вот здесь какие габариты здания, и сколько по времени это вообще работа занимает? Вот сейчас на улице у нас зима, я так понимаю, что и в зимний период времени это все спокойно, работы выполняются, да? Да, работы выполняются, да. У нас в проекте написано, что мы работы не можем осуществлять. Минус 27, все, мы должны остановиться. Но на моей практике мы работали объекты по минус 30. Я не понимаю, почему такое ограничение, ясно. То есть мы не придумаем правила. Что-то как-то рассчитали, может, по форме. Да, мы не придумаем правила, мы работаем согласно проекту. Сколько по времени это все происходит технологически, и за сколько вы справитесь и уходите отсюда? В среднем в день качается 25 тонн цемента. То есть все умножить очень просто. Если там проект 800 тонн, умножаем. И в среднем полтора-два месяца делается 800 тонн цемента. Еще такой вопрос. Цемент какой-то особенный здесь применяется? Цемент мы качаем согласно проекту. Тут 400-я марка, есть проекты 500-я марка, есть проекты с жидким стеклом. Это как нам напишут, так мы и делаем. Да, я к выпуску готовился на основании документа СТО НОС-строй 2.3.18.2011 Укрепление грунтов инвестиционными методами строительства. Если кому-то интересно, можете загуглить, посмотреть. Ребята, я сейчас еще слово передам своему приятелю Денису. Мы знакомы уже кучу лет. Денис специализируется в основном на стяжках полослова, на полах. И он захотел добавить, где можно применять, и где он применял еще этот способ. Денис, расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Давай, рассказывай. Значит, этот метод можно еще применять для упрочнения и устранения дефекта основания под бетонные полы, которые уже залиты были в свое время. На промышленных зданиях? На промышленных зданиях. Что можно подразумевать под дефектом? Объясни, пожалуйста. Дефект, просевшее основание. На то, на что опирается пол бетонный, оно проседает, либо плохо утробован, либо зимой работы велись, или пустота какая-то. Или пустота, или вымыло там, да, техногенные балла. Соответственно, если стяжка у нас где-то просела, то можно сделать скважину и стяжку поднять. То есть плиты поднять можно, либо уже, если обнаружено, что этот дефект есть, да, есть расстояние между плитой и грунтом, подкачать в эти места. У меня у одного знакомого на частном доме как раз произошло, когда он делал полы по грунту, и у него потом, спустя 4 или 5 лет, просто на 6 или 7 сантиметров произошла просадка. То есть в этом случае ты приезжаешь, демонтируешь, насколько... Не демонтируешь. Не, ну плитка-то лежит уже. Или ламинат. Через плитку. Ну понятно, потом все равно выклассиваешься. То есть делаешь скважину, обвязываешь, и полы приподнимаешь. Заполняешь, и если полы уже просели, приподнимаешь. Ребят, я думаю, это был максимально для всех интересный выпуск. Оцените его по достоинству. Обязательно поставьте лайк. Для меня, для самого, я впервые, вернее, оказался на подобном объекте и увидел, и для себя узнал, что можно таким образом решать вопросы. Я думаю, что для многих сегодня это тоже было так же, как и для меня в первый раз. Ребят, спасибо вам большое, что познакомили нас. Скажите еще напоследок, вам от меня в качестве благодарности, в каких территориях вы работаете, если вдруг у людей возникла такая проблема, насколько далеко вы из Рязани готовы уехать, чтобы им помочь? Ну, мы работали в разных регионах Российской Федерации, и я думаю, мы поможем в любом, в любом месте Российской Федерации. Мы не будем изменять своим традициям. Желательно в Крыму. Потеплее вот. Попадешь под санкции, задницу отшибут. Шучу. Итак, друзья, пишите под выпуском все мои контакты для заказа обычных строевых материалов. А так же, если вдруг вам нужно спасать ваш дом или решать такие вопросы, я вас с ребятами сконтактирую, и все будет нормально. Итак, я для себя из этого выпуска понял одну вещь. Наверняка все видели или знают, что бывают такие объекты, когда сваи залетают с трех раз. Конечно, все знают об этом. Так вот, потом, когда начинает просаживаться дом, уже построенные, и строители игнорируют другие технологии, вызывают этих ребят, закачивают потом еще дополнительно по 500 тонн цемента для того, чтобы укрепить основание. А не проще ли сразу это сделать? Поговорив с ребятами, я понял, что технология эта не дороже свайного фундамента для многоэтажных домов. Она даже дешевле и гораздо... Ну, если я не прав, вы можете меня поправить. Мне кажется, она более надежная. Поэтому стоит задуматься об этом еще на стадии проектирования. И если вы зашли в какое-то такое большое поле, где слабые грунты и свая у вас залетает, ну вот, пожалуйста, вам готовое решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!